Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас пятница, 22 января, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Начинаем вебинар с календаря событий. Сегодня у нас есть три интересных отчета. Первый раз в 11.30 по Москве, данные по PMI производственного сектора в Германии. Затем в 12.30 по Москве, розничные продажи в Великобритании, важный отчет для пары фунт-доллар. И также в 18.00 ровно мы уже получим статистику из штатов продажи жилья на вторичном рынке за декабрь. Начинаем обзор с пары евро-доллар. Накануне мы с вами говорили о том, что основная у нас идея – это пресс-конференции главы ЕСБ Марио Драги, где можно ожидать снижения пары евро-доллар, потому что будут негативные комментарии по инфляции и в целом по монетарной политике. И негативные комментарии состоялись, пресс-конференция прошла. В негативном тоне здесь Марио Драги заявил о том, что уровень инфляции очень низкий по-прежнему. Цены на нефть падают, это все еще больше усиливает давление на инфляцию. Здесь вот мы видим диаграмму. Это у нас инфляция в еврозоне. И здесь в декабре по итогам 2015 года инфляция составила 0,25%. У ЕСБ цель 2% темп роста в год, то есть еще очень и очень далеко. И с учетом того, что цены на нефть падают, здесь уже Марио Драги заявил о том, что в начале 2016 года инфляция уйдет еще ниже, то есть ниже стекущих уровней. То есть либо на 0,1%, либо на 0%, либо даже отрицательное значение. И самое главное, что было заявлено из пресс-конференции, это то, что ЕСБ на следующем заседании в марте месяце уже готов пойти на пересмотр монетарной политики. Заседание состоится 10 марта и Супер Марио, как его еще называют в финансовых кругах еврозоны, заявил о том, что ЕСБ готов к дальнейшему усмягчению монетарной политики. То есть либо будут снижать ставку уже по депозитам, неучетная ставка, которая сейчас в 0,05%, они заявляли о том, что не будут ее трогать и будут, если только ее трогать, в самый такой критичный момент. То есть отрицательные ставки они не ждут, они могут сделать ставку по депозитам еще больше отрицательной и также могут еще на 5-10 миллиардов увеличить программу выкупа активов в месяц. В любом случае, даже если этого ЕСБ не сделал 10 марта, допустим, представим такую картину, вот сегодня и накануне во второй половине дня мы видим рост на нефть, причем рост такой сильный, накануне более 6%, сейчас уже более 3% с начала торгов в Азии. Приношу свои извинения. Поэтому сейчас ожидания негативные и вот дальнейшее смягчение монетарной политики всегда вызывает девальвацию валюты, соответственно валюты евро. И здесь сейчас мы посмотрим на диаграмму уже долгового рынка. Нас интересуют в паре евро-доллар доходности американских 10-летних гособлигаций и немецкие 10-летние банды. И здесь мы видим, что у нас доходность немецких бандов, здесь это красный цвет линии, она очень сильно упала накануне и американские трежерис напротив, их доходы стали увеличиваться и мы получили очень сильное расширение спреда. То есть спред очень сильно изменился, разница и здесь уже получается эта разница играет на руку либо бокам по доллару, либо медведям по евро, как угодно можно называть. Поэтому здесь получается сейчас уменьшается привлекательность европейских активов и соответственно увеличивается привлекательность инвестиций уже в американские активы. Поэтому вот этот фактор на мой взгляд сегодня и будут отыгрывать участники рынка, то есть сегодня в целом тренд вниз на мой личный взгляд, то есть необходимо ждать продаж пары евро-доллар. Однако на мой личный взгляд лучше продавать пару евро-доллар не от текущих уровней, вот у нас сейчас котировка 1.08.20, а чуть повыше. У нас на часовиках, если построить индикатор по Уссо-Боллинжеру, то средняя граница 1.08.57 и вот на мой взгляд лучше всего шортить именно из этой области. 1.08.50, 0.08.80, здесь расположить два селла-лимита. Почему можно ожидать рост котировок? На мой взгляд сегодня PMI Германии может выйти чуть лучше консенсус прогноза. У нас сегодня консенсус показывает 53 ровно и на мой взгляд здесь можно ожидать, что будет значение 53.1, либо 53.2. Это я связываю с тем, что в четвертом квартале у нас европейская валюта снизилась как по отношению к доллару, так и по отношению к другим конкурентам. В целом индекс евро похудел на 2.17%, то есть если валюта падает, это все является позитивным фактором для немецкой промышленности, поскольку способствует повышению конкурентоспособности продукции. И наоборот, когда валюта растет, это плохо для промышленности. И также здесь необходимо отметить, что наблюдается в Германии рост заводских заказов, то есть заказы растут, это тоже опережающий индикатор, потому что заказы поступают и уже, допустим, через месяц, через два они уже начинают обрабатываться, исполняться. То есть заказы всегда опережающие индикаторы, они растут, и это все позитивно получается, и сегодня, на мой взгляд, можно ожидать хороших данных. К тому же на этой неделе у нас вышел позитивный релиз от ZW, тоже по Германии. Поэтому такие данные, чуть лучше консенсус, они в целом тренд не изменят, то есть тренд вниз, потому что вчера тренд определил ЕЦБ, Марио Драги, руководитель ЕЦБ. Но, тем не менее, небольшой рост такой локальный можно ожидать, такой именно краткосрочный, на 30 минут, на час, наверное, и не более. И вот как раз на этом росте лучше продавать. Поэтому, на мой взгляд, сегодня шортить необходимо пару евро-доллар от отметок 1.0850 и 1.0880, и ждать снижения котировок к отметкам 1.0780, первая цель, и вторая цель, это отметка 1.0750. Вот две такие цели на сегодня. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллара, и я на них с удовольствием отвечу. В 11 часов выступления Марио продолжит опускать евро. Мурат, благодарю за вопрос. Вы знаете, я думаю, что сегодня ничего нового нам сказано не будет, потому что вчера было основное выступление, не только этой неделе, но и всего месяца, пресс-конференции ЕЦБ. Поэтому вчера все, что можно было уже сказано, сегодня максимум, что скажет Драги, он повторит то же, что и сказал накануне. Поэтому здесь уже рынок на это закладывается, поэтому это событие не вызовет такого вот прям сильного там панических таких распродаж. Я думаю, рынок будет падать и без этого выступления, поскольку уже вчера все было заложено. Деферциал доходности очень сильно изменился, и сегодня сейчас продолжает изменяться торги. И во Франкфурте уже открылись в 10 часов по Москве, там спре это по-прежнему расширяется, то есть американские доходности растут быстрее, чем немецкие. И этот фактор еще больше усиливает спрос на доллар, поэтому сегодня евро будет снижаться, на мой взгляд. Перейдем к следующей нашей валютной паре, пара фунт-доллар, она достигла, видимо, какого-то локального дна. Мы с вами тоже об этом накануне говорили, что как раз вот именно в 16.30, когда евро будет падать, к доллару евро также будет падать и к фунту. То есть кросс-курс евро-фунт будет снижаться, и это все подстегнет спрос на британец. И как раз у нас вчера одно и было образовано перед выступлением ЕЦБ, перед пресс-конференцией ЕЦБ, и уже на пресс-конференции мы пошли сильно в рост на 42-ю фигуру и выше. На мой взгляд, сегодня тенденция будет продолжаться, помимо того фактора, что евро сегодня, на мой взгляд, будет падать к доллару и к фунту. Соответственно, снижение кросс-курса евро-фунт будет поддерживать рост британской валюты. Это первая причина для того, чтобы идти вверх по британской валюте. И вторая причина – это то, что сегодня можно ожидать выхода умеренно позитивных данных по розничным продажам. У нас сегодня показывает консенсус прогноз сокращения на 0,1. Вполне возможно, что у нас сегодня будет либо нулевая отметка, либо небольшой плюс, плюс 0,1, плюс 0,2. Это можно связать с тем, что у нас очень позитивная динамика на рынке труда. То есть, безработица в ноябре составила 5,1%, что является минимальным уровнем с 2005 года за последние 10 лет. И также наблюдается рост среднего заработка. Он хоть и сократился в четвертом квартале, но тем не менее темп роста все равно выше, чем, допустим, в 2014 году. То есть, доходы населения увеличились. И здесь также все это способствовало тому, что увеличился и темп роста розничных продаж. Если, допустим, посмотреть на эту диаграмму, у нас сегодня данные за декабрь. И вот здесь диаграмма, есть в том числе и данные за предыдущий месяц. За ноябрь тогда были продажи увеличились на 1,7%. И в целом, если посмотреть на темп роста за 11 месяцев, то в 2015 году данный темп составил 4,3%. А если посмотреть на темп роста розничных продаж уже в 2014 году, то здесь цифра 3,8%. То есть, темп роста увеличился, тренд позитивный. Поэтому, я думаю, сегодня будут хорошие данные в 12,30%. И на этом факторе мы пойдем вверх. Плюс кросс-курс еврофунт падает. И все это будет поддерживать спрос на британскую валюту. На долговом рынке ситуация однозначная. Здесь тоже у нас разворот. То есть, дно, мы, судя по всему, сформировали какое-то дно, либо локальное на пару дней, либо такое уже более серьезное, там на 2-3 недели на месяц. Это уже будет видно позже. Пока что говорим о локальной тенденции, о коллекционной. И здесь, если посмотреть на долговой рынок, у нас здесь диаграмма. Здесь представлено три доходности, которые нас интересуют при анализе британской валюты. Это у нас верхняя линия синий цвет доходность британских 10-летних гособлигаций. Мы видим, что она находится на самом верху. То есть, темп роста более высокий. Затем уже на втором месте зеленый цвет – это американские доходности. И хуже всех себя чувствуют доходности немецких бумаг. Красный цвет, нижняя линия. Они у нас падают. Поэтому здесь, получается, британские доходности растут, как и американские. Но темп роста более высокий. Поэтому сегодня у нас получается, что на долговом рынке позитив. Позитив для британских активов в целом и для британской валюты в частности. Потому что для того, чтобы купить британские облигации, сначала необходимо валюту данного государства иметь. То есть, сначала необходимо иметь фунт. И на этот фунт уже купить данные облигации. Поэтому долговой рынок указывает на сильный сигнал на покупку. И здесь, на мой личный взгляд, необходимо покупать британскую валюту. Если посмотреть на часовые свечки на пару фунт-доллар, то сейчас мы видим, что мы стоим в области первого уровня поддержки 1.42.29. У нас средний по Боллинжеру 1.41.90 на часовиках. Вполне возможно, что мы даже туда и не дойдем. Поэтому здесь я бы рекомендовал первую покупку уже открывать от текущих. Если вы, допустим, покупали накануне британец, как мы с вами говорили, тогда позиции можно удерживать. Ничего делать не нужно. Ждем дальнейшего роста. Если же позиции нет, то первая покупка на текущих уровнях. 42.29 и вторая покупка как раз можно разместить в бай-лимит на 41.90 на среднюю по Боллинжеру. Может быть сработает, может быть нет. И ждать росты котировок. Здесь уже целями будут уровни сопротивления. Первая цель 42.71. Первое сопротивление и вторая цель 43.51. Вполне возможно, что сегодня можем увидеть вторую цель 43.51. Потому что евро будет падать. Если данные по ритейлам будут намного даже лучше, чем я ожидаю. Я ожидаю все-таки улучшения, но не такого сильного. Но если будут данные очень хорошие, допустим, полпроцента роста или процент даже, кто знает. Потому что у нас данные за декабрь. А в декабре рождественские праздники. Соответственно, британцы получили больше доход. И, соответственно, могут делать больше покупок. Могут больше подарков покупать. И, кто знает, может быть у нас хорошие данные в итоге получат. Поэтому здесь вторая цель, она также актуальна. 43.51 мы сегодня вполне можем увидеть. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллара. Я на них с удовольствием отвечу. На сегодня, значит, у нас следующий уровень поддержки и сопротивления. Поддержки 42.29.41.09 и сопротивления 42.71.43.51. На дневных графиках у нас по Боллинжеру средняя граница находится на 45.41. И если вот мы, допустим, вчера сформировали такое сильное дно, то как раз мы и будем корректироваться уже именно в эту область для начала 45.41. Но об этом уже будет видно чуть позже. То есть сейчас пока не будем такие цели для себя большие ставить. Пока вот ограничимся уровнем сопротивления. На будущей неделе уже будем смотреть. Перейдем к следующей нашей валютной паре. Пара доллар-японская иена. Она у нас накануне пыталась продемонстрировать снижение, но такое небольшое. И затем уже в американскую сессию стало расти. Появился спрос на рисковые активы. У нас стали расти и фондовые рынки. В Америке и в Европе также рынки подрастали. Здесь у нас можно выделить в том числе и фактор ЕЦБ. Потому что ЕЦБ у нас влияет не только на валютный рынок, на евро, допустим. Но и также влияет на фондовый рынок. Потому что накануне они заявили о том, что готовы 10 марта пойти на дальнейшее смягчение. Соответственно, смягчение монетарной политики это плохо для евро. И хорошо для фондовых рынков еврозоны. То есть, допустим, Франция, Германия и так далее. Италия, Испания. И вчера, как раз после решения ЕЦБ, после пресс-конференции, после этих заявлений Марио Драги, фондовые рынки Германии подрастали. И здесь уже пошел спрос на рисков в целом. То есть, стали закрывать шарты, где-то стали покупать. И сегодня у нас также наблюдается спрос на рисковые активы. Здесь у нас диаграммка. Три инструмента. Это у нас линия зеленого цвета, самая верхняя пара доллар-японская иена. Вот она у нас растет накануне, во второй половине дня стала расти. Затем уже вторая линия синим цветом, это Шанхай Композит. Мы о нем постоянно говорим. И здесь тоже неспроста, потому что вся эта нестабильность в этом году началась именно с Китая. Поэтому о Китае всегда необходимо говорить. И также третья линия, это уже у нас красный цвет. Это Nikkei 225, фондовый рынок Японии. Здесь мы видим, что все три инструмента движутся вверх, есть тенденции. Поэтому сейчас уже можно сделать вывод, что начинается процесс либо закрытия шартов, те, которые были у нас с начала года, частичная фиксация. Либо кто-то даже начинает покупать на таких низких уровнях. Поэтому здесь получается тенденция наверх. И здесь у нас котировка 118 ровно сейчас. И здесь, на мой взгляд, тенденция наверх еще будет продолжаться. Однако здесь я бы тоже не спешил, что у нас будут такие прям сразу же такие высокие цели наверху. Потому что эта тенденция может быть краткосрочной. И здесь, на мой взгляд, сегодня необходимо покупать данную валютную пару. Покупать от уровней чуть ниже. То есть 117.90 первая покупка и вторая покупка 117.50. Это средняя граница по большей жерночасовиках. И здесь ждать роста котировок уже до уровней сопротивления. Первая цель 118.37 и вторая 118.68. Здесь вот именно две цели можно выделить по уровню сопротивления. Либо достигнем первую, либо достигнем вторую. Поэтому выходим частично на этих отметках. Также необходимо отметить, что у нас не только наблюдается рост по фондовым рынкам, высокодоходных ростах, но также и нефть растет. Причем растет очень сильно, несмотря на то, что вроде бы вчера данные совсем-таки однозначные. Запасы сырой нефти увеличились. Здесь запасы дистиллятов сократились. Запасы нефти в терминале в Кушенге увеличились, но не такими темпами, как ожидали. И нефть, несмотря на это, пошла вверх. То есть нефть проигнорировала вчерашний негативный вроде бы отчет, потому что запасы увеличились, причем очень сильно. Увеличились запасы сырой нефти в Штатах на 3,9 миллиона баррелей. Поэтому отчет плохой. Несмотря на плохой отчет, нефть выросла на 6,5%. То есть рынок игнорирует плохой отчет, значит рынок не хочет падать, а напротив рынок хочет расти. Нефть растет, промышленные металлы, алюминий, медь, цинк растут. Безопасные активы стали падать. Японская иена, золото, евро. Значит у нас начинается спрос на риск, поэтому иена здесь будет под давлением. И цели этого уровня сопротивления 118,37-118,68. Уважаемые коллеги, у нас есть еще немного времени. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Так, иена развернулась, выходите с продаж. Сергей, да, локально разворот произошел. Сейчас пока не стану говорить о том, что мы уже так глобально развернулись и пойдем высоко вверх. Хотя шансы для этого тоже есть, потому что раз ЕЦБ заговорил о смягчении монетарной политики, то я думаю на следующей неделе и Банк Японии об этом будет говорить, потому что здесь ситуация тоже плохая. Темп роста инфляции в Японии еще меньше, чем в еврозоне. Поэтому на будущей неделе заседания Банка Японии, я думаю, они тоже самое будут говорить. И возможно тогда уже у нас состоится именно такой вот существенный рост. Поэтому пока что еще дождемся итогов от Банка Японии. Поэтому пока что получается разворот локальный. Если Банк Японии поможет, то разворот уже будет глобальный и будем какое-то время расти по паре доллар-японская и иена. Поэтому пока что у нас есть спрос на риск. То есть риск продавали, из рисковых активов выходили, и вот вчера в Америку стали покупать. Поэтому здесь произошел переворот. Так, почему данным с запасом нефти увел, а нефть начала расти, и какие теперь цели по бренд? Олег, благодарю за вопрос. Ну смотрите, у нас на рынке не всегда бывает все так, как мы хотим. Да, запасы вышли плохие, рынок это все проигнорировал. Значит, просто рынок очень сильно упал, и уже никто не хочет продавать. Не может же, допустим, котировки нефти падать очень сильно так бесконечно. Поэтому здесь сейчас по нефти цели роста я бы выделил отметку 32 доллара за баррель по сорту бренд. На мой взгляд, еще некоторое время нефть порастет от текущих уровней. Что касается по золоту, то золото, Мурат, на мой взгляд, будет находиться во флете. В целом, такой, скажем, широкий флэт, потому что еще до конца непонятно, что это локальный такой спрос на риск, или это уже такой сильный спрос на риск. Если это локальный спрос, тогда мы немножко попадаем, допустим, на 1085, и потом опять подрастем. Если это глобальный, тогда уже будем падать. Поэтому сегодня, я думаю, золото будет находиться во флете, 1090 нижняя граница и 1100 верхняя граница. Здесь по золоту я пока что не ожидаю ни сильного падения, ни сильного роста. Здесь, я думаю, будет сегодня флэт. Так, у меня селло стоит по иене 1806. Что делать? Глимжан, я думаю, что лучше селло тут убрать, и затем уже присматриваться именно к покупкам. Сегодня лучше все-таки покупать пару доллар-японской иена, потому что есть спрос на рисковые активы. Сегодня достаточно опасно продавать данную валютную пару, пару доллар-японской иена, потому что все-таки спрос на риск может утянуть ее вверх. Плюс еще негатив по евро. И здесь все это тоже будет поддерживать спрос в европейских фондовых индексах, поэтому здесь ситуация такая не совсем хорошая для японской иены на сегодня. Еще раз подчеркну, пока что не будем говорить о таких глобальных разворотах. Есть коррекционный откат. Посмотрим, либо он будет таким сильным, либо он будет умеренным. Мы затем, допустим, на будущей неделе опять будем падать. Поэтому сегодня есть тенденция на откат, допустим, по фондовым рынкам, по нефти, по паре доллар-японской иена отката. На сегодня есть. Возможно, уже в понедельник китайский рынок откроется, опять пойдут распродажи, тогда уже это все будет только лишь краткосрочным откатом, и ничего больше. Уважаемые коллеги, на будущей неделе мы с вами вновь встречаемся в понедельник, 25 января в 10.30 по Москве. Проведем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка Форекс». Также у нас на будущей неделе есть вебинар еще один в четверг, тематический, в 17 часов ровно. Мы поговорим об акциях «Магнита», как можно будет на них заработать. На будущей неделе отчетность будет по акции «Магнита» за 4 квартал 2015 года. Отчетность всегда вызывает резкое изменение котировок, либо в сторону роста, либо в сторону падения. Всегда отчетность вызывает движение, что в России отчетность по компаниям, что в Америке, допустим, что в Европе. Поэтому можно будет заработать. И вот в четверг, на будущей неделе мы более подробно об этом поговорим, уже 28 января на вебинаре. Так, Александр, по австралийскому доллару к американскому. Альберт, благодарю за вопрос. Вы знаете, честно говоря, я не слежу за данной валютной парой. Я вот слежу за парой австралийский доллар к японской иене. Здесь, я думаю, будет умеренный рост. Я слежу за данным кроссом, как высокодоходный спрос на риск, либо отсутствие его. Поэтому здесь, я думаю, будет умеренный рост котировок от текущих уровней пунктов на 25-40 вверх по паре австралийский доллар к японской иене. Что там до австралийца к доллару, честно говоря, даже не знаю. Вот отслеживаю австралийский доллар к японской иене. Вопрос. Не под теми. Смотрите ли вы же дневные обзоры валютных пар? Разумеется, ваша компания. Ну, я говорю за вопрос. Вы знаете, честно говоря, я не смотрел. Но посмотрю обязательно, ознакомлюсь, пока, честно говоря, не смотрел. Так, можно повторить паение? Елена, конечно же, можно повторить. Сейчас, на мой личный взгляд, ничего паение по евро делать не стоит. И затем, либо уже можно ставить лимитники. То есть, сейчас с рынка не входим. Ставим лимитники на 1.08.50, 1.08.80. Целый лимит продаем. И ожидаем снижение котировок. Здесь у нас уже будут цели. Это у нас уровни поддержки сейчас. Так, это у нас, получается, цели 1.07.80. И это область поддержки, область минимума вчерашнего. И вторая цель, это 1.07.50. Вот такие цели по снижению. Так, спасибо за прогнозы. Прогнозы бывают у большинства. Мурата, благодарю за комментарии. Мне очень приятно. Всегда стараюсь делать качественные прогнозы, проводить более полный анализ. То есть, как вы видите, мы не делаем ставку ни на технику, ни на фундамент. Мы используем все вместе, комплексный подход. Ищем идеи, сигналы по обоим видам анализа. И уже проводим вебинары вот в таком формате. Уважаемые коллеги, мы завершаем наш вебинар. Благодарю всех за внимание. Желаю всем успешного трейтинга сегодня, хорошего настроения. Впереди у нас выходные. Желаю всем приятного отдыха. Набраться позитивных эмоций. Отдохнуть хорошенько. И уже в понедельник, 25 января, мы с вами вновь встречаемся в 10.30 по Москве. Еще раз всем успехов. До новых встреч.